Горячие ножницы Отложим Вот так выглядит чемоданчик Удобный для транспортировки Таким образом открывается В комплекте входит Сопроводительная документация Обязательно прочитайте Прежде чем включить ножницы Как надо включить Вот этот пунктик Это брошюрка И вот Вот таким образом они упакованы Вот так они выглядят В комплекте входит Масло, щеточка Ключик для регулировки Ножниц Сейчас тоже Распакую Вот таким образом он выглядит Вот таким образом Что у нас там Это у нас идет тряпочка Чтобы протирать Ножницы Щеточка для очистки И масло ягуаровское Самые ножницы Зашипный толпачок есть Вот таким образом они выглядят Горячие ножницы Так Сюда положу И сам блок А также в комплекте Входит термостойкий коврик Он выглядит Вот таким образом он выглядит Давайте по порядку Давайте по порядку Про ножницы Чем отличаются Старые ножницы От новых ножниц Во-первых Есть карбоновая накладка Которая Больше держит тепло Чем старые У старого были массивные Пластмассовые И они Не держали особо тепло Чем новые Потом Винты У старого были Две штуки Вовнутрь С каждой стороны Стало по одной С каждой стороны И они более Вовнутрь вогнуты И более мягче Стало Благодаря этого Ход Потом Ножницы Шестерка По длине Старые Были 5,5 Конечно Шестерка Более удобна Потому что вы можете Использовать для мужского И женского зала Потом У каждой У каждой Ножницы Есть Винкод Он указан вовнутрь Вот в этом месте Я его не буду показывать Потому что это уникальный Код Как можно Например Проверить горячие ножницы Они действительно Настоящие или нет Потому что это Очень многим будет беспокоиться Потому что они Не дешевые А дорогие Есть официальный сайт Ягуар Который вы должны ввести Вы заходите И можете ввести Уникальный Винкод И там показывают Весь информацию Про ножницы Так Длина Как я говорил Шестерка Удобная Кстати Есть термоизоляция Для удобства Клиента И конечно И парикмахера Потому что Благодаря термо зашите Руки И голова Клиента Не будет обжигаться Самое главное еще в том Что изменился Класс ножниц На порядок Выше стало Например Старые горячие ножницы Были третий класс А новые сделали четвертый класс Это намного лучше И мягче будет ход И идеально будет подходить Для слайсинга Блок питания выглядит Вот таким образом Он стал намного легче Чем старый Кнопочка многофункциональная Которая выбирает Три режима Первый режим Это 100 градусов Тонкие волосы Второй режим Это у нас идет 120 градусов Нормальные волосы 140 градусов Это густые волосы Шнур длиной 3 метра Это очень хорошо Ножницы Осношено Автоматическое Отключение Через 60 минут Если вы за час Ни одну кнопку не нажали Он автоматически Отключается Внимание Делаем первый раз Калибровку ножниц Изначально Когда вы будете включать Новые ножницы Вы не должны Подсоединить К штекеру Когда мы Включили Сам блок Изначально Загорается Три светодиода Красным цветом Подключаем Горячие Ножницы Есть Характерное Посадочное место Обязательно Посмотрите Потому что Если вы неправильно Включите Гнездо может Поломаться Потом Закручивается Винтовая система Вы его Должны Хорошо Зашелкнуть После этого Через Несколько Секунд Загорается Зеленый Цвет Это означает Что вы Подключили Горячие Ножницы Мы ждем Примерно Плюс-минус 30 секунд Эта фаза Калибровка Должен После этого Тухнет Зеленые Лампочки И вы можете Приступить К работе Ждем 30 секунд Примерно Вот Фаза Кстати Закончился Калибровки Это означает Блок питания Ножницы Можно так сказать И вы нажимаете Многофункциональную Кнопочку Которую Вы можете выбрать Например 100 градусов 120 или 140 Нажимаем Вот Загорелся Кнопочка Многофункциональная Когда вы нажимаете Белым светодиодом Загорается Вот Давайте Поставим На 120 Кстати Самый главный Еще нюанс заключается в том Что вы когда Горячие ножницы Нагреваются Вы должны В закрытом виде их держать Потому что Нагревать Это только одно полотно Чтобы быстрее нагревалось Вот Он загорелся Зеленым цветом Это означает Что уже Горячие ножницы Нагрелись И вы можете Приступить К работе Потом Если вы хотите Отключить Вы нажимаете Эту же кнопочку Придерживаете его Выключается Все Три светодиода И включается Только Белым цветом А чтобы полностью Выключить То есть Надо после этого Еще раз Придержать Эту кнопочку И он Выключается Полностью Вот И все Вескалибровка Уже Кстати Еще Немаловажный фактор В том что Когда вы Первую фазу Прошли Калибровку В следующий раз Когда вы хотите Работать Горячими Ножницами Вы должны Подключить К 220 уже С ножницами Потому что Если вы сначала Подключите Блок питания А потом Ножницы Вам придется Опять Пройти Калибровку Вот это Самый главный Нюансик Если я был бы Парикмахером Я всегда хотел бы Приобрести Горячие ножницы Потому что Если вы человека Пострижете Несколько раз Ножницами Таким образом Горячие ножницы Вам обеспечивают Постоянных Клиентов Так что Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Если что-то непонятно Переходим по ссылке Внизу указанную В контакт Спрашиваем Звоним Ставим лайки Обязательно Подписываемся Всем спасибо Всем удачи